Можно ли заливать бетон без опалубки? Если бетон просто залить в землю, он не наберет прочности. Верно ли это утверждение? А как быть с практиками, которые готовы поручиться, что ничего страшного в такой заливке нет, и установленные по этому принципу фундамента уже лет 15-20 как никого не подвели? Кто прав и кому верить? Давайте попробуем разобраться и ответить на эти вопросы. В обиходе есть такое понятие – цементное молочко. Это смесь воды и цементного порошка, которая является связующим веществом для наполнителя бетона, песка и гравия. Если этот связующий состав по какой-то причине уходит, вытекает, соответственно, и связи с наполнителем никакой не будет, или она будет недостаточной, что в итоге напрямую влияет на прочность заливки. В этом уверены многие, и если разобраться, это не совсем так. Цементный порошок, пока не вступает в контакт с водой, представляет из себя сыпучий продукт. Через 12 часов после контакта с влагой основная масса частиц принимает иглообразную форму и фиксируется между собой, заполняя пространство между элементами наполнителя. Так жидкий цемент превращается в цементный камень. Реакция, то есть превращение частиц цемента в кристаллы, зависит от температуры. Чем она выше, тем быстрее идет процесс. Но если температура поднимается до плюс 30 градусов Цельсия, вода начинает испаряться. И цементный порошок не успевает прореагировать и компенсировать естественное испарение воды из-за жары. Лишняя вода уйдет, главное, чтобы цемент успел образовать достаточное количество кристаллов для сцепления. Почему утверждение об уходе цементного молочка в грунт заблуждение? Если вы хорошо замешали цементно-песчаную смесь, процесс образования кристаллов запускается немедленно. Порошок сразу берет необходимое количество воды и начинает образовывать связи между частицами песка. Качественный раствор, вы должны это заметить, не уходит, даже если в опалубке есть щели. А что уходит? Уходит лишняя вода, которую частицы цементного порошка просто не смогли поглотить. О чем говорит практика бетонирования непосредственно в землю? А практика говорит о том, что разбить цемент, залитый в землю, практически невозможно. Так зачем же оборачивают опалубку в полиэтилен? Просто так или в этом есть смысл? Есть, конечно, задача пленки в этом случае сохранить воду в растворе как можно дольше, чтобы цементные частицы образовали кристаллы. Задача же опалубки как таковой не удержать воду в растворе, не дать смешиваться с земле и бетону. И не позволить краям траншей осыпаться до заливки. Почему цемент не твердеет? Так в чем дело? Неужели в заливке непосредственно в грунт? Нет, конечно, причин может быть несколько. Первое – неправильные пропорции. Если вы залили на ведро цемента пару ведер воды, смысла ждать твердения вовсе нет. Только правильные пропорции и тщательный замес – вот что гарантирует хорошую реакцию, приводящую к образованию цементного камня. Но есть и вторая причина, о которой, к сожалению, приходится говорить все чаще. Все дело в том, что купить хороший настоящий цемент становится все сложнее. Есть большой риск нарваться на волшебников, продающих под видом цемента дорожную пыль. Кстати, такое возможно только в отсталых странах. В той же Америке, к примеру, нарваться на плохой цемент практически невозможно. И последняя – заливка в грунт, как видите, вещь вполне возможная. Но перед заливкой грунт положено утрамбовать. Помните об этом. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.